Я уже человек пожилой, жить-то мне осталось максимум еще лет 200. Физик или лирик? На этот вопрос Герман Николаевич Дьяконов ответить затрудняется. Выпускник политеха, блестящий программист, теоретик информатики, получается физик. А еще бывший КВНщик, музыкант, полиглот, 16 языков и колумнист газеты. Выходит, лирик? Он всю жизнь продолжает учиться сам. Вот белка, если не грызет орешки, у нее зубы прорастают в мозг. Так вот, если я не буду делиться знаниями, они у меня прорастут в мозг, и бум, мозг взорвется. Мой мозг взорвется. А без него я, ну, года 2-3 проживу без мозга-то, потом что-то делать. 15 лет назад Герман Николаевич вышел на пенсию, но с работой завязать не получилось. Преподавал во многих самарских вузах, консультировал ведущий кафедры региона и может похвастаться блестящими выпускниками, среди которых и губернатор Дмитрий Азаров, тоже выпускник политеха. К выражению «работающий пенсионер» Герман Николаевич относится философски и обещает трудиться, пока есть силы. Я даже и работу мою трудом-то не назовешь, понимаете? Вот я во всем этом, ну, кайфую. Наверное, вот эта вот творческая и умственная работа, она способствует долголетию, и человек, может быть, еще и заряжается энергией от молодого поколения, то есть возраст в данном случае не является помехой. Себя дьяконов в шутку называют чемпионом по скромности. В свободное время, читая детективы, помогают супруге по хозяйству и гордиться своими внуками, у которых уже с ранних лет проявляется любовь к точным наукам. Юлия Черняева, Григорий Плешаков. События. Редактор субтитров А.Семкин